Девять утра в регионе. Это Вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. И сразу к главным темам выпуска. Жизнь работников общественного транспорта будет застрахована. На эти цели будет выделено около трех миллионов рублей из областного бюджета. Главное из традиционного обращения губернатора. Ну кто-то может быть и списывает. Дистанционное окончание учебного года. Тысячи школьников уже ушли на каникулы. В регионе подводят первые итоги онлайн уроков. О каких минусах, говорят ученики. Они вместе с раннего детства. Теперь Шарафидинова официально одна из лучших семей областного центра. В чем секрет их счастья? Первое мая, друзья! И сегодня, первое мая, наш телеканал подводит итоги очередного творческого конкурса. Кто, по вашему мнению, стал лучшим? Но вначале. В Ульяновске поддержат перевозчиков и работников общественного транспорта. Глава региона распорядился выделить на это более 55 миллионов рублей из областного бюджета. В традиционном обращении Сергей Морозов признал необходимость защиты представителей отрасли в борьбе с коронавирусом. В первую очередь, это конструкторы и водители, а также медицинские работники, осуществляющие предрейсовые осмотры. Мы приняли решение застраховать жизни и здоровье работников общественного транспорта. На эти цели будет выделено около 3 миллионов рублей из областного бюджета. Для того, чтобы застраховать своих сотрудников, перевозчикам следует предоставить заявку в региональное министерство промышленности и транспорта. Единственным условием страхования является наличие трудового договора работников с перевозчиками. Также из областного бюджета для поддержки транспортных перевозчиков региона из-за ситуации с коронавирусом выделяется 41 миллион рублей. Кроме того, перевозчики имеют обязательство по выплате лизинговых платежей за приобретенный в 2019 году подвижной состав. Поэтому дополнительный из областного бюджета 2020 года поступит почти 12 миллионов рублей для покрытия этих расходов. Ситуация в регионе продолжает быть сложной, но стабильной, отметил губернатор. По данным оперативного штаба, Бульяновской области уже подтвердили 429 случаев заболевания коронавирусом. Контактных более 2800 человек. Впереди праздничные выходные и Сергей Морозов рекомендует провести их грамотно и максимально безопасно. Я поздравляю вас, дорогие землети, с наступающим 1 мая. Но очень прошу не забывать ту ситуацию, в которой мы оказались. Пожалуй, впервые мы встречаем день весны и труда в условиях серьезных ограничений. Хочу вам напомнить, что выходные и праздничные дни для нас решающие в борьбе с общим врагом. Новые коронавирусные инфекции. Именно в ближайшие две недели мы должны преодолеть пик заболеваемости. И будем готовы к выходу из тяжелой кризисной ситуации. Но пока опасность заражения инфекцией очень велика. Поэтому я прошу вас, дорогие друзья, соблюдать все ранее предписанные меры предосторожности. Призываю вас беречь свое здоровье. Здоровье окружающих. Не ходите в гости, проведите время с семьей. Займитесь приятными хлопотами по дому. Общайтесь с друзьями и близкими через телефон, через социальные сети. Вы можете, находясь в кругу близких, повспоминать о том, как отмечали 1 май разные поколения членов вашей семьи. Посмотреть старые фотографии, связанные с этим праздником. Дорогие друзья, глава Роспотребнадзора разработала правила поведения на майских праздниках, рекомендованных, чтобы защитить себя от инфекции. Среди них уже ставшие привычными. Но такие необходимы сегодня. Оставаться дома. В Ульяновской области подвели предварительные итоги дистанционного обучения школьников. Напомню, месяц назад этот режим ввели в связи с пандемией коронавируса. Он предполагает использование интернет-технологии при получении знаний. Что же показал дистанционный месяц, какие плюсы и минусы? Репортаж Шедуарда Истомина. Первый урок – история. За кадром голос учителя. Если что-то непонятно, можно переспросить. Сегодня у Маши последний день занятий. Финал учебного года проходит на виртуальной ноте. Школьница скучает по своей гимназии. Для нее живое общение лучше экранной картинки. Лучше, если будет все-таки живое обучение, потому что так проще, чтобы можно было поговорить с учителем. Все-таки через компьютер не очень приятно смотреть на людей. В соседней комнате занимается старший брат Андрей. Он выбрал естественно научное направление в учебе. У будущего ученого-биолога каникулы после переводных экзаменов в 11 класс. Пока же весь май у него в занятиях доконтрольных. Причем писать их надо честно. Это как проверка на совесть, кто как может. Ну да, кто-то может быть и списывает. Но у кого есть, ну как бы понимает, что ему важнее знание, чем просто обманывать самого себя, тот сам пишет. На честную учебу ребят настраивает и мама. Ольге Лебедевой нравится, что на дистанционке дети часто помогают друг другу. Минус это в том, что получается большое количество проведения времени за компьютером. А вот альма-матеры ребят сейчас пустуют. И лишь директор гимназии на боевом посту. Отсюда Алексей Клоков контролирует дистанционный учебный процесс. Позже знания гимназистов тщательно проверят. И проверим мы это в сентябре. Всероссийский проверочная работа, ВПР мы называем. Мы их обязательно проведем в начале нового учебного года. Но я думаю, что ребята успешно справятся. В профильном министерстве также анализируют новшества. В нем не отрицают проблем при переходе на дистанционку. К примеру, не все педагоги умеют организовать режим онлайн. Пробел ликвидируют на краткосрочных курсах. Другая проблема – это нехватка компьютеров у школьников. Сейчас уже более тысячи штук компьютерной техники были переданы в семьи, где у нас есть обучающиеся общеобразовательных организаций. Мы сейчас разрабатываем программу по оснащению общеобразовательных организаций компьютерной техникой дополнительной. Деньги на программу выделит область. В муниципалитетах сформируют также резервные фонды. Их средства пойдут на закупку компьютеров для дистанционной учебы. В будущем году в школу придет высокоскоростной интернет. Качество дистанционного образования повысится. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. За наемное убийство в колонию строгого режима отправились два родных брата. Как установлено следствием, еще летом прошлого года осужденные в одном из подъездов жилого дома в Заволжье напали на 44-летнего мужчину. Деревянными битами нанесли более 45 ударов по всему телу. От полученных повреждений потерпевший через несколько часов скончался в больнице. Сами нападавшие с места происшествия скрылись. Заволжским следователям оперативно удалось установить причастность к убийству двух братьев. Старший из них якобы решил отомстить обидчику своей сожительнице. Последняя решала квартирный вопрос с потерпевшим после развода. Осужденный решил его убить, заплатив своему брату 30 тысяч рублей за соучастие в преступлении. В результате собранных в ходе предварительного следствия доказательств и исследованных судебно-наседания удалось доказать причастность как Кулагина Сергея Владимировича, так и Кулагина Владимировича к убийству потерпевшего Парфенова. Было установлено, что данное преступление было ими заранее подготовлено, спланировано и совершено. По решению суда в колонии строгого режима эти самые братья проведут 12,5 и 13 лет соответственно. В Ульяновске выбрали лучшие семьи города. На конкурс, который, к слову, проходил в 17-й раз, прислали 35 заявок со всего областного центра. В итоге жюри определило победителей в семи номинациях. Отметили и тех, кто чтит многолетние семейные традиции и самобытный образ жизни. Тех, кто только разжег семейный очаг. С такой молодой семьей познакомилась и съемочная группа вестей. Как Шарафиддиновы теперь поборются за ежегодную премию губернатора, расскажет Васа Рассадина. Отвести глаз от этой супружеской пары невозможно. Это Шарафиддиновы. Семья, где все понимают друг друга буквально без слов. Руслан и Ольга еще в детстве получили инвалидность по слуху. Но, несмотря на недуг, они живут полноценной жизнью. Жизнью, в которой царят счастье, любовь, доброта и радость. В этой дружной семье точно знают отсутствие слуха не преграда, а мощный стимул. Осваивать то, что, казалось бы, недоступно. Молодим, говорю, учитесь, развивайтесь, работайте, помогайте. Вот, и все. Только вот так. Тогда уже оттуда будет какое-то развитие. Супруги познакомились в детском саду для слабослышащих детей. Вместе пошли в одну специализированную школу. А с 2000-х Руслан и Ольга встали в пару – танцевальную. Все благодаря любимой воспитательнице. Именно она разглядела талант в молодых людях. Они не просто танцевали, они чувствовали музыку сердцем. Сейчас Руслан – инспектор Ульяновского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Ольга – хореограф в школе-интернате номер 87. Но главное их богатство – дети, такие долгожданные, такие любимые. Супруги изо всех сил помогают дочерям успешно адаптироваться к жизни. Трехлетняя Клара ходит в специализированный садик для детей с нарушением слуха. Именно в тот, в котором когда-то встретились ее родители. Старшая Ольга учится в третьем классе в самой обычной городской школе. Потеря слуха у девочки не столь велика, как у ее младшей сестры. Ольга успешно осваивает школьную программу наравне с другими детьми, но, конечно, не без помощи слухового аппарата. Олежка, я надеюсь, все на то, что я объясню, что Кларочка, потому что большая потеря слуха, дать дорогу. Не только вот, что мы танцуем, бальным танцам, не обязательно. Можно нам быть президентом России, почему нет. Да, так что все возможно. У Алии много друзей, она душа компании. Медалей и грамот дочери за различные конкурсы не сосчитать. Девочка прекрасно танцует, а еще виртуозно играет на флейте. Звукопроизношения Такие достижения, безусловно, заслуга родителей. С раннего детства Руслан и Ольга учили Алию правильному звукопроизношению. А еще быть уверенной и сильной. Немало времени супруги посвящают младшей Кларе, всеобщей любимице. Малышка уже читает и общается жестами. Главной своей задачей супруги Шарафиддинова считает научить детей слышать себя. Как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Клара, ты кто? Клара, вот она тебя уже не дала. Папа, как мама? Мама. Мама, где мама? Мама. О, куля. Я. Да. А папа? Это кто? Кто это? Это кто? Кто? Ну, говори, говори. Ну, как зовут? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Как зовут? А. А. И. И. Я. Я. Молодец. Молодец. Семья Шарафиддиновых своим примером доказывает, преград не существует. Возможно, все. Руслан и Ольга не только добились успеха, но и вдохновляют своим примером других. Это просто сели, ничего не делать, я вообще не понимаю, да. Некоторые там пьют, курят, это вообще есть такие люди, но, кроме этого, что-то есть много интересного. Можно добро дать людям, помочь людям. Если ты, например, у тебя есть профессия, помоги людям. Если тебя нет, то попроси. Нет такого, ничего такого невозможного. Васа Рассадина, Вести, Ульяновск. К майским праздникам мы подошли со всей серьезностью и хоть в самоизоляции, но с креативом. Чтобы не скучать, ГТРК «Волга» объявила конкурс на лучший первомайский стих. Вы были активны и ежедневно присылали на наш сайт свои четверостишие. А тех, кто, по мнению зрителей, стал лучшим. Ирина Шмыгова. Просыпается природа, в цвете солнечная земля. Какое время года, в первом мае вас, друзья. Три недели телезрители отправляли нам свои стихи к первому мая. Диана Абазова, по вашему мнению, стала одной из лучших. Благодаря вашим голосам она получила возможность поздравить с праздником весь регион. Мы поздравляем от всех с праздником весной труда и с наступающим Днем Победы. Желаю им крепкого здоровья, мира и добра. 700 голосов набрал стих Ульяны Малышевой. В свои 7 лет она знает, как нужно радоваться праздникам и хорошей погоде. Да здравствует первое мая, да здравствует руд и весна. Пусть мир торжествует на свете и дружит народы земли. И так же на солнышке дети пускают весной корабли. Но все же самым лучшим оказался стих Анны Буряковой. Записать его победительнице удалось не сразу, но ее старания отметили наибольшим количеством лайков. Потому что оно такой хороший стих. Потому что ты его весело рассказывала, да? Да. Потому что ты умничка, старалась, да? Репетировала долго. И вот поэтому все получилось так у нас. Кроме чтецов, первомайский стих собрал и друзей, деловых партнеров конкурса. Среди них сеть салонов оптики «Симбирский взгляд» и клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Организаторы обещают, впереди много новых конкурсов и подарков. Следите за нашими эфирами. Ирина Шмыгова, Вести, Ульяновск. Ну а наш выпуск на этом завершен. Итоги первого майской пятницы подведем на канале «Россия» в 21 час 5 минут. Увидимся. Меня зовут Илона Броневицкая. Многие знают меня как представителя известной в нашей стране творческой династии. Но еще одним очень важным делом в моей жизни стала работа с теми из братьев наших меньших, кто остался, увы, без своего хозяина. И я, и многие мои коллеги понимают, как важна та поправка в Конституции, которая говорит о формировании ответственного отношения к животным. Сейчас в Ульяновске 8 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер восточный 3 метра в секунду.